Народ, всем салют! Вы на канале Лига Реал Эстейт. Это компания, которая давно качественно, надежно и по-честному занимается недвижимостью. Недвижимостью в Турции и на Северном Кипре. Поэтому, если вам вдруг это актуально, пишите, звоните, перевезем. На нашем канале сегодня выпуск посвящен важной, нужной и вами любимой теме. Мы сегодня сходим с вами в супермаркет. Покажем, сколько что стоит, какие цены, какой ассортимент. В общем, все, как вы любите. А то все говорят, вот, цены раздули, инфляция, ба-ба-ба. В общем, посмотрите и сделайте вывод сами, дорого это или недорого. Погнали! Подождите, значит, в выпуске будет очень много вкусняшек, поэтому поставьте паузу, сходите, заварите чаек, возьмите что-нибудь вкусненькое из холодильника и наслаждайтесь. Приятного аппетита! А вот сейчас погнали! Новый жилой комплекс премиум-класса от компании Лига Реал Эстейт в перспективном районе Димирташ. В вашем будущем доме будет все. От открытого бассейна и трансфера на пляж до современного фитнеса и детской игровой комнаты. Резиденция, в которой вы и ваша семья будете чувствовать себя в комфорте и безопасности. Предлагаем доступные условия для покупки недвижимости в Алании. Первоначальный взнос всего 30% и беспроцентная рассрочка до марта 2025 года. Сделайте первый шаг уже сегодня. Напишите в WhatsApp по ссылке под этим видео. Господа, значит, пока я добираюсь до супермаркета, давайте я вам быстренько расскажу пару моментов, которые точно вам пригодятся и понадобятся здесь. Значит, во-первых, если вдруг кто-то не был у нас в Турции, особенно в Алании здесь, значит, смотрите, есть, так сказать, некая золотая четверка супермаркетов, которая супер популярна и супер распространена вообще на территории всей Турции. Это Migros, BIM, SHOK и A101. Собственно говоря, понятно, что существуют и другие сети, безусловно, но, во всяком случае, у нас эти четыре сети, ну, очень популярны и очень развиты. Естественно, друзья, во всех магазинах, во всех сетях существуют акции, которые мы любим и обожаем. Они вывешиваются прямо вот на стекле во всех супермаркетах, ну, и, соответственно, вы можете подойти, выбрать, посмотреть и приобрести акционный товар. Существует миф о том, что среди всей этой четверки супермаркетов Migros является самым дорогим супермаркетом. Но мне кажется, что это не совсем так, мне кажется, это вообще реально миф, и я вам сейчас его попытаюсь развеять. И последнее, друзья, наставление перед обзором. Так как здесь нельзя снимать, меня уже из одного выгнали, я притопал в этот Migros, надеюсь, сейчас аккуратненько все сниму. В конце концов, все делаю для вас. Естественно, цены указаны в турецких лирах, по-другому и не может быть здесь. Для тех, кто, например, из России, умножайте на 3,5 и получите итоговую стоимость продукта. Все, погнали. Поехали. Помидорки. 19,75. Огурчики. 14,75. Помидорки черри разные бывают. Есть, естественно, перчики. Естественно, уборочку делают для того, чтобы всегда чистенько было. Ну вот, кстати, морковь. Она всегда здесь помыта и, как говорится, уже готова к употреблению. Что на рынке, что здесь. Все такие прикольные штуки. Уже готовый имбирь, готовый перетертый чеснок. Картошечка. Вот такая цена за картошку. Вот в таком виде она продается. Лук, естественно. Цена вот такого лука 19,90. Но есть еще и в пакетах, собственно говоря, вот цены. Тут можно зафиксировать, что здесь есть. В общем, и лук зеленый. И петрушка, и укроп. Есть и салат такой. И капуста такая. И такая. И салат такой. В общем, цены. Касаемо фруктов, друзья. Вот все в ассортименте, что есть. И сезонные, и несезонные. И, в общем, огромное-огромное количество. Есть из чего выбрать. Даже есть экзотические. Вот видите, манго. Это вот, не помню, как она называется. Но, в общем, какая-то штучка тоже. Вот это и винограды различные. Есть по акциям. Вот видите, и акции существуют. Маракуйя. Есть драконий глаз. Черешня. Абрикосы. Слива. А, и вот это, кстати, такие вкусные компотики. Это вот ананасы и персики. Можно взять четыре, а можно поштучно. Классные, вкусные. Значит, рыбы огромное количество. Много. Это цены, соответственно. Вот видите, цена. Осьминог есть и какой-то рыба-черт, если я не ошибаюсь. Понятно, что и огромное количество. Вот под нашу селезочку закос. Креветки достаточно большие такие. Рыбка. Лосось норвежский. В общем, короче, огромное-огромное количество. А вот местный лосось. А еще здесь крутая функция. Она абсолютно бесплатная. Вот эта женщина, ну, или бы другой-другой человек, ему можно отдать рыбку, он почистит, порежет и сделает это абсолютно бесплатно. Это все входит в стоимость продуктов. Есть еще вот такие крабики. Они еще, видите, даже живые. Уникальный случай, когда в Турцию наконец-то завезли колбасу. Колбасу, причем колбасу реальную, настоящую, докторскую, с добавлением свинины. Свинины, друзья! Соответственно, есть вот такие же сосиски, вот, соответственно, вот всякие разные сервелаты. Производство Украина. Ребята молодцы. В общем, классно. Есть чем себя порадовать. Ух ты! Икра появилась. Или это имитация? В общем, ну, боюсь, что это настоящее. В общем, красная икра. Вот она, копченая грудинка курицы. Цена указана за 100 грамм, соответственно, килограмм стоит 560 лир. Кстати, вот те самые вкусняшки, про которые я и говорил. Вот наши, как говорится, пряники. Какие-то бородинский хлеб. Вот видите, 34 лиры. Есть сухарики. И есть сушки. Они, по-моему, тоже около 30 лир стоят. Это, в общем, плюс-минус 30-35. Вот так. Теперь хлеб. Давайте просто буду фиксировать цену. А вы смотрите и понимаете. Разный есть. И цельнозерновой, и на закваске. И, в общем, огромное-огромное-огромное количество всякого разного. Есть вот тостовый хлеб. Есть лаваши. Вот лаваш стоит 39,90. Самый популярный хлеб в Турции. Стоит 750 везде. Даже в хлебных лавках, которые продаются на улице, выглядит он примерно как батон. Ну, ой, я не буду брать руками. Очень легкий. И турки его едят просто тоннами. Коржики, кстати, есть, да, вот бисквитные для тортиков. Есть другие сухарики. Вот, кстати, они стоят. Печенье разное. Ну, печенье в Турции, на самом деле, это отдельный вид искусства. Потому что они все на один вкус. Что сладкие, что соленые. Ну, в общем, тут беда с этим, на самом деле. Есть вот для сэндвичей заготовки. Ну, и, конечно, куда без сладкого. Огромное количество вкусняшечек, которые можно купить в тортике, печеньки. И вот даже такие штуки. Пахлава, печенье. Это цена уже, которая непосредственно этой пачки. Орешки, фрукты, сухофрукты, я имею в виду сушеные. И всякие-всякие восточные сладости. Цена указана за 100 грамм везде. Тут тоже можно прикупить очень вкусного, много всего. Если честно, на рынке вкуснее. А здесь красиво. Видите, какой красивый набор. Здесь также давай пробовать. Тот самый продукт, который, по сути, если я не ошибаюсь, появился первый вообще в Турции в виде сметаны. Вот он. Вкуснейшая сметана. Яйца, друзья мои. В основном здесь продаются по 15, либо по 30. 59, 68, 68, 27. Ну, это 6 штучек. Это цена за 5 литров. Есть и большие тары, но почему-то я их сейчас не вижу. Лимонадики. Очень вкусные, и они очень освежают в жару. Есть сочетание, вот, например, имбирь и какой-то вот цветок, типа розы. Очень вкусные и очень бодрящие. Как правило, по 6 штук упаковки. Ну, вот примерная цена. Ну, и, кстати, есть не только местный производитель. Ну, вот, например, еще есть Сан-Пелегрино. Липтон и не Липтон. В общем, вот местные. Вот соки разные какие-то вкусняшки. Кофе холодный. Вот, кстати, да, Старбакс. Соки. Это вот Тетропак. Это вот самые, по-моему, распространенные такие известные бренды. Есть в стекле. Вот. Они уже подороже идут, естественно. Фанты, колы, пепси и все прочее. Естественно, все здесь это есть. За литр цена. Кока-кола Лайт 23. Тут недавно, кстати, было подорожание. 23. Это за литр. Вот уже побольше. 40. Ну и, конечно же, как же обойтись без чипсов? Лейс. Тут не только Лейс. И причем здесь на самом деле Лейс всегда ограниченный выбор. То есть, по сути, есть раз, два и три. Все. Больше выбора нет. Ну и есть еще и другие производители. Новая резиденция с впечатляющей отельной инфраструктурой в городе Мерсин в 150 метрах от моря. Место, в котором каждый день будет проходить, как в качественном отпуске. Для жителей этого комплекса безлимитно доступны открытый бассейн с горками и крытый подогреваемый бассейн с зоной отдыха и баром, современный фитнес, сауна, хамам, кинотеатр, детская игровая площадка, баскетбольная площадка и теннисный корт, зона для барбекю, парковка для автомобилей. Удобная локация, подходящая для переезда на ПМЖ в Турцию, 400 метров до ближайшего супермаркета, 250 метров до аптеки и 1200 метров до начальной школы. В продаже есть квартиры планировками 1 плюс 1, 2 плюс 1 и 3 плюс 1, площадью от 70 до 160 квадратных метров. Сдача этого комплекса запланирована на декабрь 2024 года. До окончания строительства наша компания предлагает вам беспроцентную рассрочку. Чтобы узнать подробнее, нажимайте на ссылку под этим видео. Пришло время поговорить по взрослому, про алкоголь. Акцизы на алкоголь здесь достаточно дорогие, поэтому, естественно, алкоголь здесь дорогой. Я вообще ничего не понимаю, поэтому просто давайте быстренько так пробегусь, покажу, что и как. А вы уж там зафиксируйте и поймете. Но выбор есть в любом случае. Водка Абсолют 562.50. И вот по поводу кофе. Вот Старбакс. Есть молотый, есть немолотый, есть в зернах, есть уже растворимый. В общем, разные-разные-разные. Круассаны, различные кейки, вот эти вот всякие рулетики. И в общем, много-много-много-много всего. Детские печенья. Маленькая упаковка. А вот большая упаковка. В ней просто несколько вот таких упаковок. И обычное печенье, так сказать, чайное. Орео. Милка печенье, я имею в виду. Ну, а теперь к шоколадочкам. К запрещенкам тем, кто любит, но нельзя, например. Милка. Тут, кстати, шоколад весь по 100 грамм. Маленькие порции, чтобы не переедали. Марс, например, да? Смикерс, Твикс. А, и все, бывает еще баунь. Жевательный мармелад. Разные. Хотя тут не очень много производителей, но они есть. Так, друзья, мы в отделе, где различные масла, соусы, какие-то заготовки, приправы, масло оливковое, масло растительное, различные консервы, баночки и все-все прочее. Давайте разберем. Рыбка. Чунец. Здесь разного, много разного. Тунца и в стекле, и в баночках железных. Разные, вот видите, уже готовые блюда, заготовочки. А еще есть служба, которая, естественно, собирает покупки онлайн и отправляет вам. Вот привычные для нас всякие разные уксусы. Ну, я в них особо вообще не понимаю. И вот вижу, что есть яблочные, есть вот обычная эссенция. Просто они здесь очень слабенькие, поэтому такие объемы. Есть огромное количество всего того, что непривычно для нас. Вот лимонный сок, вот виноградный, тоже уксус. В общем, тут все, все такое. Ну, а это вот соевые соусы. И не только соевые. Чили разные есть. Карри, различные томатные, песто. Ну, и разное огромное количество консервов. И заготовочки, и соленые огурцы, и маринованные, и помидорки, и капустка, и разные ассорти. В общем, много-много-много всего здесь есть. И перчики даже вот есть остренькие. С сыром внутри. Здесь не только томатные, но есть еще и пасты из перца. Есть острые, есть неострые. Здесь вот видите, есть и кукурузное масло, и подсолнечное. Ну, и, соответственно, есть оливковое масло. Турция славится своими оливками, я думаю, что все знают. Даже есть кундучное масло. Не пробовали, но говорят, очень классное. Вот масло, спрей, различные крупы, рисы. И, друзья, тадам! Гречка! Макаронные изделия тоже. Все это практически местное производство. Есть, конечно, бренды мировые, но они, естественно, так сказать, сделаны и здесь, в Турции. Ну, и, конечно, бич-пакеты всякие разные. Они здесь не очень вкусные. Конечно, дошик наш тема. Кетчупы и майонезы. В основном только в таком виде здесь. Для выпечки все. Ну, и, кстати, есть тут и отдел и органика, и безглютеновая, и безсахарная. Отдел со знаменитыми турецкими чаями. Ну, здесь не только турецкие, конечно, есть и другие мировые производители. Но, в основном, вот такие пакетищи огромные, потому что турки любят чай, его много пить. Вот сахар здесь такую цену. 5 килограмм. Тут, по-моему, поменьше. Есть, естественно, рафинад. А это, если я не ошибаюсь, сахарозаменители все. Ну, в основном здесь большие пакеты сахара. Ну, как большие, не мешки, но вот по 5 килограмм плюс-минус. Оливки маринованные вкуснейшие. В разных видах, в разных объемах. Варенье и мед. Мед, кстати, друзья, признан в Турции один из самых лучших в мире. Это вот сыры, которые намазываются, которые мы любим. Ну, понятно, что от производителя зависит. Понятно, что огромное количество здесь есть, из чего выбрать. Косички, соленые сыры, типа моцареллы. Даже вроде как моцарелла. И такая, и уже перетертая. Ну, и, соответственно, огромное количество и козьих сыров. Всяких разных, и всего-всего-всего прочего. И импортные сыры, тофу, пармезан, различные голландские сыры, мягкие сыры. В общем, много-много-много-много интересного. Масла и некие вот маргарины, да, как мы привыкли для приготовления. Масла здесь есть маленькие пачки, вот по 100 грамм совсем. Есть, естественно, стандартные по 250. Есть вот в такой таре. Ну, и, соответственно, есть вот эти вот большущие упаковки. Соскучились? Мы очень соскучились по дюшеству, по вкусному. Это индейка, курица, пешеницели, куриные ножки. Грудинка стоит 144 лиры в килограмм. 100-136 лир. Тут есть еще обработанные ноги, бедра. Они очень удобные, их, кстати, удобно готовить. Пробежимся по молочке. А вот, кстати, и та знаменитая наша сгущёночка. 62 лиры. Ну, соответственно, огромное количество йогуртов и кефиров, и все-все-все прочее. Молоко. Вот оно в стекле. Айран, который, естественно, люди турецкие пьют в огромном количестве и в разных тарах. А, ну вот, кстати, тоже кукуруза. Упаковочка стоит 43 лиры с 90 курушек. Пиццы. Картошка фри, вот, кстати, да, тут есть. Вот она. Кольца луковые. В общем, есть из чего выбрать, как говорится. Вот овсянка разная, гранолы и всего-всего-всего, так сказать, правильного питания. Ну и плюс, естественно, не очень правильно. Это вот всякие разные хлопья, детские, шоколадные. Выбор большой. Выбор прямо большой. Ну и молочная продукция, которая непосредственно в тетропаках молоко. Это вот фундучное молоко. Есть соевое. В общем, огромное-огромное количество разницы. Копченый сыр, косички. Есть вот типа мантия. Это местные вроде как пельмени. Вот колбасы тоже. Вот всякие разные деликатесы. Фарш, естественно, говяжий, котлетки разные. Ну и, соответственно, уже готово. Берите и употребляйте. А вот тут прямо разделывают мясо. Вот. Я не снимаю. Город Газипаша – новое направление для инвестиций в турецкую недвижимость. Компания Лига Реал Эстейт предлагает вам обратить внимание на новый жилой комплекс на этапе строительства, который обладает высокой ликвидностью и к декабрю 2024-го принесет вам плюс 30% к сумме первоначальных инвестиций. 6 километров до международного аэропорта, 2 километра от чистейшего пляжа и развалин античного города Селинус. Высокое качество строительства, удобная локация и инфраструктура. Открытый бассейн, фитнес, спа – прямо на территории вашего комплекса. Чтобы узнать подробнее про этот проект, напишите нам, нажав на ссылку под этим видео. Значит, миссию я свою выполнил, мне кажется, меня выгнали из магазина, подошли уже и чуть ли не с охраной, меня выдворили. Я согласился, потому что подумал, что в полиции неохота ехать из-за этого пустяка. В общем, я, как говорится, сделал все на добрую совесть. Ваша задача сейчас посмотреть, выяснить, посмотреть, зафиксировать, посчитать и сделать выводы самостоятельно. Дорого, много, плохо или еще что-либо. Так что не стал, кстати, подниматься на второй этаж, потому что там больше находятся хозяйственные части, порошки, игрушки, товары, одежда и все-все прочее. В общем, думаю, что, в принципе, и обзора продуктов вам достаточно. А если недостаточно, я еще раз рискну и приду, сниму продовольственные товары. В общем, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, потому что у нас много хорошего и интересного контента и для новичков, и для тех, кто уже переехал и живет здесь давно. В общем, Лига Реал Эстейт, увидимся, друзья, пока!